Всем-всем добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем новом курсе «Летний марафон по продвижению вашего личного бренда и вашего бизнеса в сети интернет». И этот курс будет состоять из десяти небольших видеоуроков, на которых я буду давать основную теоретическую информацию, и плюс мы будем подкреплять эту информацию практическими заданиями. Я уверена, что курс будет очень продуктивный, и вы получите хорошие результаты, если будете выполнять все-все задания. Они не будут сложными, они будут выполнимыми, и они, на мой взгляд, это то, что необходимо новичкам для того, чтобы начать продвигать себя, свой личный бренд в интернете. Начнем мы, пожалуй, с оформления соцсетей. У каждого из вас есть наверняка аккаунты в соцсетях. Если их вдруг нет, их нужно завести. Это первое, что вам необходимо будет сделать, создать аккаунты в соцсетях. Но поскольку у нас уже предварительно были уроки, было предварительное обучение, и со многими из тех, кто участвует в курсе, мы уже общались на тему соцсетей. Я знаю, что практически у всех есть аккаунт в Инстаграм, либо в каких-то других соцсетях. Что нужно сделать будет? Нужно будет перепроверить еще раз все ваши аккаунты, все ваши странички и привести их к общему знаменателю, то есть сделать одинаковыми, чтобы вы были узнаваемы во всех соцсетях, куда бы человек ни зашел. Ну, во-первых, желательно плюс-минус, чтобы у вас было одинаковое имя. Например, в соцсети Инстаграм, вот у меня, да, Ефимова Про. Такое же имя у меня, ну, вот здесь длинное, это на бизнес-страничке, я ее открою позже. Тоже у меня Ефимова Про, в Facebook Ефимова Про. И Вконтакте тоже меня легко можно найти, Ефимова Про. И в Телеграм в том числе тоже у меня ник Ефимова Про. То есть посмотрите, пожалуйста, везде ли у вас одинаковый ник, одинаковое название, достаточно легкое для запоминания другим людям. Посмотрите, проверьте, если необходимо, скорректируйте. У некоторых есть Вконтакте номера, только страничек, там ID 345697, какой-то длинный номер. Нужно придумать название свое какое-то, и у вас будет в Инстаграм ваш ник, в Телеграм, на Фейсбук и Вконтакте везде одинаковый. На Фейсбук мы чуть позже будем создавать бизнес-страницы, это один из наших следующих уроков. И там как раз тоже можно будет имя ваше такое же внести. Также у меня Ефимова Про, как вы видите, в топлинке, ну то есть везде одинаково, я человеку говорю свои данные, и он не запутается легко, меня везде найдет. Также у вас должна быть одинаковая фотография во всех соцсетях, узнаваемая. Что это должна быть за фотография? Ну, стандартные требования, она должна быть светлая, она должна быть яркая, то есть привлекающее внимание. Должно быть ваше лицо на этой фотографии, никаких, понятно, цветов, котов или просто природы. То есть там должно быть вы, и, конечно, фотография должна отражать ваше состояние, скажем так. То есть она должна отвечать на вопрос, кто я, как я себя транслирую, позиционирую, что люди, глядя на меня, могут сказать. Да, ну то есть какое впечатление я произвожу на этих людей. У меня аватарка относится к, ну, больше к наставничеству, так как я себя позиционирую как бизнес-наставник. И, конечно, тут должна быть фотография не какая-то легкомысленная. А вот у меня здесь жакет, ну, такая более серьезная, да, но вместе с тем там светлая, нескучная, приветливая, доброжелательная. Вот, вы можете для себя выбрать что-то свое. Я, возможно, поменяю чуть позже аватарку. У меня еще просто нет такой фотографии, которая отражала бы мое нынешнее состояние на все 100%. Как будет, поменяю скорее, да, но везде, тогда уж везде. Вот у меня фотография такая же, да, на Фейсбуке. То есть человек заходит и видит меня такой же, или он встречает меня в ВКонтакте, да, видите? Такая же фотография в Телеграм. У меня такая же фотография, вы можете посмотреть. У кого нет еще фотографий в Телеграм, обязательно установите фото. И в WhatsApp тоже мы с вами будем продвигаться и через WhatsApp в том числе. Посмотрите, какая у вас фотография в WhatsApp. И то, что там ее установите. Это очень важно. То есть если человек вдруг вас встретит в сети интернет, где-то каждый раз с разными фотографиями вы будете, каждый раз с разными названиями, он вас не будет ассоциировать с каким-то, ну, вас с вами или вас с определенным видом деятельности, или будет говорить, ой, я тебя не узнала, ну и так далее. Поэтому желательно, чтобы все ваши странички были в едином стиле. Приведите их, пожалуйста, вот в такой единый вид. Примерно одинаковое имя, да, ну, может где-то чуть-чуть отличаться, но как бы по тематике и вообще по замыслу он должен быть одинаковый. И одинаковая фотография. Плюс описание. Составьте, пожалуйста, описание для себя, вот в Instagram, в частности, это необходимо, да, вот шапка профиля. На Facebook также можно сделать, видите, здесь тоже есть описание. Составьте себе описание, которое будет отвечать на несколько вопросов. Первый вопрос, кто я, кто я, и вы пишете, ну, имя, фамилия, конечно, нужны быть всегда, да, чем вы занимаетесь, тоже нужно человек увидеть, чтобы он зашел и понимал, кто вы, дизайнер, стоматолог, да, бизнес-консультант, путешественник. Третий вопрос, чем вы можете быть полезны лично для меня, то есть у вас заходит человек со стороны, тот, который вас не знает, и он должен получить ответ на вопрос, чем можете быть полезны лично для меня. Для него он будет оставаться здесь на страничке или уйдет. Ну, вот здесь у меня написано удаленный бизнес 120 странах, я говорю, что я зарабатываю на пассиве, инвестирую, расширяю границы в голове в бизнесе и финансах, ну, это такая общая фраза, и как более подробно о возможностях уже рассказываю в топлинке. Здесь у меня чуть более конкретная информация, но я сейчас тоже буду корректировать здесь Facebook свой, потому что вот картинка школа лидерства, сейчас я чуть-чуть в сторону отхожу именно от школы лидерства, больше в чуть другое направление. И здесь у меня более конкретное такое объяснение, амбассадор международного элитного клуба, бизнес с каким-то доходом, бизнес наставник, все, человек заходит, ему все понятно, кто я и что он может получить здесь на странице. Но потом о контенте мы с вами уже дальше поговорим, а сейчас самое начало. Итак, повторюсь, что вам нужно будет сделать? Просмотреть все ваши соцсети и мессенджеры, это Instagram, это Facebook, это ВКонтакте, это Telegram и это WhatsApp. Вот, да, получилось? Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram, WhatsApp. Посмотреть, какое описание у вас стоит, в WhatsApp, кстати, тоже можно сделать описание и в Telegram, описание везде, описание есть. Вот у меня здесь, так, ну вот здесь, да, видите, такая же фотография, вот и вы, ну вы ее видите в Telegram, тоже есть описание, у себя тоже, все это проверьте. И в WhatsApp, WhatsApp у меня на телефоне, не на компьютере, с которого я сейчас записываю видеоурок, там тоже такая же фотография и тоже есть описание. Все, значит, смотрим на названия ваши, дальше смотрим на фото в соцсетях и смотрим на описание ваших аккаунтов для людей. И когда вы все это проделаете, подкорректируете, если у кого-то все идеально, отлично, если у кого-то не идеально, значит, вам нужно этим заняться и скидывайте ссылки активные на все ваши соцсети в наш чат. Все, после этого мы будем переходить к следующему этапу. Всем хорошего дня и хороших, быстрых выполнения заданий. Если будут у вас возникать какие-то вопросы, обязательно задавайте.